Виагра 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 Песня, например, если говорить «Не оставляй меня любимый» — это действительно уже такая, скажем, взрослая песня. По той мере, как мы развиваемся, по той мере, как мы растем, растут и наши песни. Они становятся более глубокими, поэтому я думаю, конечно, они станут взрослыми, более серьезными песнями, но тем не менее не упускается тот шарм, не упускается тот стиль, который придерживался изначально. Вы знаете, наверное, как хорошее вино, песни становятся более выдержанные, агрессивные, но, наверное, нельзя об этом сказать, потому что, наоборот, в них появляется новая мелодика и новое, как бы, то, чего не было ранее. Потому что ранее мы не испытывали таких чувств и эмоций, ранее, наверное, Константин Меладзе не испытывал таких чувств, которые там испытывает сейчас. То есть все стало гораздо глубже. Каждая песня, вот что хочу в первую очередь сказать, она отображает какое-то настроение. То есть в каждой из них есть что-то веселое, в другой песне есть что-то грустное, а в третьей песне, можно сказать, и что-то агрессивное есть, какой-то вот такой эмоции. И хочется вот именно такие эмоции показать. ПЕСНЯ Они каждая по-своему хороши, вот, и можно выразить вот тот свой внутренний мир, показать его людям, донести, вот, чтобы они понимали, и очень приятно видеть, когда люди воспринимают ту или иную песню, то, что они в жизни пережили, вот, и им вот эта песня импонирует. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... Он бы приставал ко мне, я бы ушла, он бы зарыдал, я бы улыбнулась, вот такие дела. Он бы мой ответ, месяц дожидался, я бы его до паники довела. Только при царе, грижу, подливался. То есть во всякой, в каждой песенке есть изюминка, и каждая песня по-своему нравится. Нам все песни нравятся, поэтому мы их всех и поем, и любим. ПЕСНЯ Продолжение следует... Часто у меня была такая... В последнее время ее уже не стало, но такая штука. Я иногда именно в одной песне, в «Я не вернусь», я всегда меняла и забывала слова. Я пела совершенно... То есть когда наступал мой второй куплет, который я должна петь, я так волновалась, я так пыталась сложить чувства и эмоции в это все, что... Что пела я совершенно другие слова. Наверное, если бы кто-то услышал, то как бы зрители не понимают. Притом пела их с полной уверенностью, придумывала на ходу. То есть продолжай без меня свой извилистый путь. «Одиночеством быть», «Нет, меня ты забудь». То есть... То есть... Притом делала это... Это все моментально, в голове у меня складывалась рифма. Это все делалось с очень умным видом, и я один раз заметила... И то есть у меня был с концерта в концерт, я постоянно это происходило. И один раз... Я всех... Все это знали. И один раз я исполняю эту песню. Подходит мой второй куплет. Я отворачиваюсь от зала. И только поворачиваюсь в зал, и вижу, как вся группа, включая Артура, нашего директора, все смотрят на меня. Что же я спою сегодня? Но потом, да, я как-то стала... Да, за измену плачу. За измену плачу, за тобою не полечу. То есть... Ты захочешь меня, я любовью клянусь. Это действительно зрелище. И вот, как бы, люди не понимают, а нам смешно. И причем нужно таких быть в образе очень серьезных, очень таких женщин, которые решают все мгновенно. И причем делают это просто бесповоротно. То есть уходят, значит уходят навсегда. И тут Анечка придумает. Но я хочу сказать, что это не ошибка, это весело. Действительно, если такое происходит, в этом нет ничего страшного. Вот, и самое главное, что будет о чем вспоминать. Еще у нас есть такой случай, когда на песню «Убей мою подругу» это у нас просто, ну, я не знаю, но хобби уже в последнее время. Я там пытаюсь что-то какое-то, значит, у нас там идет песня, ну, если кто-то просто мог не слышать, песня, а потом идет проигрыш, в котором как бы должен идти речитатив идти. Если не сумеешь, я помогу, лишь одну преграду взять не могу. Ну, и как-то становится там, первые 10 концертов мы прочитали это все. Потом стало скучно, и мы начали что-то придумывать. То есть... То есть начинает говорить, если не сумеешь, я помогу. И Вера начинает одновременно играть. А песня «Убей мою подругу» называется. Я вдруг в одном концерте говорю, Вера начинает играть, я говорю, я после три концерта остановлюсь. Вера, это мои слова, мне их дал продюсер. Вера! И зрители не понимают. Потом во время песни я могу, Верочка, тебя там зовут, зовут, выйди, пожалуйста. Люди не понимают, что происходит на сцене. Потом начался был момент, когда на сцене стоял бокал с водой. И я такая, смотрю, стоит бокал, и думаю, это как ружье, знаете, которое должно выстрелить. Вот у нас стоит что-то, и я такая, подхожу, что-то, если не сумеешь. И я, по-моему, да, поднимаю этот бокал, даю его Наде. Типа там, Надя, выпей. Да, яд. Яд. Надя, выпей, и Надя сделает... Это гениально было, Надя. Повтори, что скажешь. Я стою чуть сзади, и Надя берет этот бокал, не выливая, за плечо. Там стоит Вера. Он хочет выпить его там, все. Показать, что, ах ты меня хочешь отравить, смотри. И она выливает. И она его выливает, и я просто случайно делаю шаг назад, и на меня не попадает эта вода. Надя на меня смотрит и берет его, и разбивает с таким лицом этот бокал. Ну, просто, да, такие кадры, они незабываемые и незаменимые. А еще бывает такое, что мы, как бы, сценически мы толкаемся, как бы, кричаем... На убей мою подругу. И один раз был такой момент, когда я стою одна, у самого края сцены, и я показываю, что вот какая я хорошая, а они две. Боже мой, что это такое? И тут Надюша. Опять я. Меня. Случайно толкает. И я сбежала. Стою просто на миллиметре. Стою, мое равновесие, конечно, нужно отдать ему должное, что я не упала в зал. Вернулась потом, естественно, после концерта. Надю поблагодарила за это. Да, поблагодарила меня. Ну, в общем, да, очень веселые случаются иногда такие курьезы. Главное, что это все хорошо заканчивается. И я тоже, как бы, присоединюсь и что-нибудь такое расскажу. Когда мне Анечка, добрая девочка, однажды микрофоном дала прямо в зубы. Да, то есть в эмоциях, да. Вот, и однажды тоже еще случай был, когда мне Анечка, мы еще были в таких костюмах, летние босоножки, вот, такие открытые костюмы. И, значит, тоже «Убей моя подруга», опять-таки «Убей моя подруга», то есть легендарная песня. И Анечка в своих... Сапожки, у тебя были тупельки, девочки, летние, а у меня были сапожки. Сапожки. Сапожки, да, на железной шпельке. И тут она тоже в эмоциях, толкаем друг друга. И тут она на меня со всей силы, со всех сил просто наступает на палец. Своим каблуком это было ужасно, но это было все естественно. То есть люди это настолько восприняли. На Надю, Надя. Я, Боже мой, и мне, я понимаю, как я сейчас больна в этот момент. Но Надя... Да, Надя проявляет. Держится, улыбку держит. Я, Боже, думаю, бедный такой. Продолжай играть. Чтобы кровь была, представляете, вот так вот. Да, 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 да. И после песни мы говорим, вы не обращайте внимания на то, что здесь происходило. Это всего лишь игра. Да, но самое главное, вот самое важное, что люди на это реагируют. И что им действительно... Нам даже говорят, что, Господи, просто настолько артистично все сыграно и естественно. А естественно, это самое главное. Неспроценно. Все естественно сыграно неспроценно. Да, да. Это просто наши черты. У нее уже. У друг друга просто. Вы знаете, наверное, одна из отличительных, наверное, черт нашего коллектива является то, что мы все действительно дружим и мы общаемся за сценой. Потому что втроем мы, наверное, встречаемся, ну, помимо работы еще там каждый день и созваниваемся, и общаемся. И каждый из нас знает, что произошло в жизни другой. И когда кто с кем расстался, и когда кто с кем встретился, познакомился. То есть переживаем все это. И, конечно, вот этот вот сам творческий жизненный процесс, он немаловажно является. Потому что, скажем прямо, ранее, то есть это, наверное, было почти невозможно. То есть сейчас это совершенно другая жизнь, это действительно семья и большой коллектив, в котором все дружат и любят друг друга. Ну, прежде всего, прежде всего я хочу сказать, что у меня замечательный ребенок, как и скажет любая другая мама. У нас. Да. У нас, да, такой... Смотри, ребят. Такой виогрёночек, он у меня тоже парень огненный, лёвушка. Вот. Что я могу сказать о этом чуде природы, о котором мне подарил Господь Бог? Я очень благодарна. Он очень смешной. Он постоянно смеется, постоянно смеется. Он очень веселый, жизнерадостный мальчик. Это радует, что наши такие вот тяжелые времена. Этот ребенок все равно доставляет всем нам, родителям, радость, что благодаря ему у нас хороший настрой на все, на работу, вообще на отношения. Этот ребенок сближает. Моей Сонечке 30 марта будет ровно два годика. Ну, что я могу сказать? Ребенок пошел просто по матери. То есть у нее сейчас есть синтезатор, у нее к нему подключен микрофончик. Она поет, ну не знаю, мне слышно через две трубки, через домашние телефоны. Я держу по мобильному телефону и прошу доченька попой. Она поет так громко, что мне слышно полностью все звуки, которые она издает. В лексиконе у нее уже есть слова английского языка. Она уже у Ани спрашивает «How are you?» «How are you?» Аня говорит «Окей». А как ты? Она говорит «Окей». Я хочу, прежде всего, чтобы с этим наступлением весны у кого-то что-то началось, но началось с хорошей стороны. Чтобы что-то плохое всегда ушло и как-то вот, знаете, такое чувство, будто бы что-то начинается. Только-только начинается. Это просто потрясающее состояние. Пусть у вас тоже что ушло, то пусть другое начинается и хорошее. Чтобы у вас были оптимистичные настрои. И всего вам наилучшего. Мне хочется пожелать Овну в лице надежды, а также всем огням, чтобы прежде всего тот огонь, который горит у вас в душе, все-таки не разгорелся в огромный пожар. И вы всегда умели умело им управлять, что немаловажно. Чтобы когда вы хотели, он был маленьким огоньком, а когда желаете этого – страстным большим пожаром. Вы сами понимаете, о чем эта девушка говорит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я не знаю, что мне делать с этой бедой. У меня на свете было все да не то, где моя судьба мне не педома. Пусть все будет как суждено, но... Я не знаю, что мне делать с этой бедой. У нее небесный запах цвет золотой. Сердце по ночам Богу молится, просит каждый раз об одном. Но я играю эту роль, как две сестры. Любовь и боль живут во мне необъяснимо. Тебе и небо по плечу, а я свободы не хочу. Не оставляй меня, любимый. Поначалу не боялась, думала пройдет, но внезапно отказала сердце мое. Все, что до него было, не было. Белым застелю полотно, но... Я не знаю, что мне делать с этой бедой. У меня на свете было все да не то, где моя судьба мне не ведома. Пусть все будет как суждено, но... Но я играю эту роль, как две сестры. Любовь и боль живут во мне необъяснимо. Тебе и небо по плечу, а я свободы не хочу. Не оставляй меня, любимый. Тебе и небо по плечу, а я свободы не хочу. Не оставляй меня, любимый. Не оставляй меня, не оставляй меня, не оставляй меня.